Мария Баранова и Софья Деркач в прошлом году показали рекорд и собрали спилс-карту России за 1 минуту 52 секунды, пока никто не смог побить этот показатель. Ученицы гимназии номер 2 считают, что знание карты страны расширяет кругозор, дает представление об обширной территории России, ее потенциале и возможностях. В прошлом году начинался наш путь в этом чемпионате спилс-карте. Мы вообще первый раз об этом узнали. Мы тогда как раз проходили Россию, ее субъекты. Нам это заинтересовалось, и нам Оксана Владимировна, наша ученица по географии, как раз предложила поучаствовать. Мы каждый день на переменах проходили в ее кабинет и тренировались каждый день. И потом, таким образом, когда на самом чемпионате, конечно, волновались, руки тряслись. В этот раз девушки тоже были настроены решительно и готовились показать еще лучший результат. Городской чемпионат посткрасной сборки спилс-карты России среди учащихся 8-11 классов прошел в гимназии номер 2 в четвертый раз. Инициаторами конкурса выступили методическое объединение учителей географии города и департамент образования. За несколько лет чемпионат вырос, стал более массовым и серьезным. Профессионализм участников растет, усиливается и конкурентная борьба. Турнир ребятам нравится. С каждым годом команд все больше. Мы начинали, у нас было всего 8 команд. В этом году уже у нас 25 команд. Команды из разных школ города. Некоторые школы выставляют по несколько команд. И собираются команды по-разному. Какие-то команды собирают только одну карту, а какие-то сразу две карты. В этом году в чемпионате участники впервые собрали две карты – Российской Федерации и Нижегородской области. До этого ребята собирали только карту России. По мнению преподавателей, хорошее знание карты – редкость для современных школьников. И такие ценные знания могут пригодиться в любой момент жизни. Знание спецкарты и вообще карты России помогает ребятам. Непредвиденно, сказалось бы, ситуация. Ну, например, при общении, когда дети у нас ездят в Артек, один из участников смены сказал, что я из Хакасии. И девочки, которые участвовали в чемпионате спецкарты, сказали, а мы знаем, что это Восточная Сибирь. Ему удивлению не было предела. С тех пор они стали друзьями. Чтобы ребята провели время с пользой, для них подготовили лекцию-практикум по метеорологии. Учитель географии школы номер 17 Ирина Стаканова рассказала участникам чемпионата о поездке на метеорологическую станцию Нижегородской области. Все команды-призеры получили в подарок ценные призы. По итогам турнира переходящий кубок за суммарно лучший средний результат завоевал лицей номер 15. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко, Служба новостей Саров, 24.